Так, что еще? Наверное, все. Все, начинаем, да? Всем привет, меня зовут Михаил Коваленко. Я защитник футбольного клуба «Пьюник», и сегодня я отвечу на все ваши вопросы. Наверное, это была первая игра против «Клужа», домашняя, потому что это была моя первая игра за «Пьюник», и надо было ее сыграть ответственно, надежно, в принципе, что и получилось. Мы сыграли 0-0 для защитника, что не пропустили, это хороший результат, показатель. Классные эмоции. Это первый опыт именно во взрослом футболе игры в группе. Это очень интересный турнир, и уровень команд хороший. Мне очень нравится. В днев футбол общаемся с Давидом Давидианом, наверное, чаще, потому что мы до «Пьюника» еще были знакомы. Так, с разными ребятами можем списаться, куда-то договориться, сходить, съездить. Так, чаще всего это в центре где-то погулять. Если есть выходной, то куда-то выезжаем. Нравится путешествовать по Армению, очень много где был уже. 100% Зоран Гаич и главный тренер Ягиша Меликян. Самое смешное это было, наверное, в Швейцарии мы... Или обед был, или ужин, не помню. Саша Карапетян рассказывал анекдоты. Мы смеялись до слез, особенно Антон Братков вообще не мог успокоиться. Эмоциональный и честный. Ну, это какой-то должен быть значимый момент, наверное. Не знаю, допустим, для нападающего это гол, да. Для вратаря может там какой-то отбитый пенальти или суперспасение. Также, наверное, для защитника тоже где-то спасти или выручить команду. Ну, это такой момент, к нему нужно прийти. Сразу так не будут скандировать, просто так. Нет, сам, блин, я не помню, честно говоря. Помню, что просто это первый номер, типа, был. Как выдали или сам взял, не помню. Ну, просто. Да, в детстве я первый мой номер был как раз-таки 15-й. Придя в пивник, я спросил, свободен ли этот номер. Мне сказали, да, я с удовольствием его взял. Вот, также в Динамо, Санкт-Петербург у меня был 15-й номер. И там с этим номером получалось много достичь успехов. Ну, в детстве, где-то лет 5-4-6, очень много играл в футбол во дворе, где-то на разных площадках. Вот, папа это увидел. И в 7 лет, когда уже пришло время идти в школу, также папа меня повел в футбольный клуб «Смена», тогда назывался, сейчас это Академия футбольного клуба «Зенит». И вот туда пришел, сдал нормативы, там, бег, прыжок. Меня взяли, хорошие были физические показатели. Почти перед каждой игрой я, ну, непосредственно на поле выхожу с правой ноги. Вот, также в течение дня молюсь, прошу Всевышнего, чтобы удача повернулась лицом, плюс, чтобы не было травм. Конечно, хотелось бы, да, выступить за национальную сборную России. За какой клуб? Ну, любимый мой клуб детства – это Манчестер Юнайтед. Вот, мечта там, плюс Реал Мадрид. Ну, и вообще в какой-то великий клуб хотелось бы перейти. Да, это какие-то невероятные чувства, которые очень сложно передать словами. Мы с моей женой очень счастливы, что он у нас появился. И в какие-то трудные времена, да, там, после поражений, допустим, домой приходишь, а этот маленький мальчик так радуется, бежит к тебе с улыбкой. Ну, это очень круто, и мы очень счастливы и очень рады, что у нас появился ребенок. Ну, самое главное – это как можно больше тренироваться и играть в футбол, помимо того, что они ходят на тренировки. Вот, это самое главное. В первую очередь нравится народ, люди, плюс хорошая погода. Да, хотел бы остаться. Ну, наверное, пусть будет Андрей Аршавин, Владислав Радимов и Константин Зарянов. Криштиан Роналд. Все самое лучшее впереди. Несколько ответов есть на этот вопрос. Хотел уже давным-давно получить права, так как их все и не получил. Высшее образование и армянский язык. Пюник. Крепкого здоровья и благополучия всем нашим любимым болельщикам и их родным и близким. Парни, желаю вам победы. Нет. Парни, желаю вам удачи и победы. Я знаю, вы можете, я верю в вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok